Прошлое, настоящее, будущее. Такая концепция времени привычна нам уже на уровне языка. Однако выставка, которая открылась на ВДНХ в гараже особого назначения, посвящена более интересной тематике. Автомобильной истории, которой никогда не было. Здесь мало пробежаться и посмотреть на работы в полглаза. Надо присматриваться к деталям. Скажем, здесь мы видим несуществующую дизельную чайку, а на крыше у нее мотоцикл. Вроде ИШ-56, но посмотрите, чоперный наклон вилки, самое главное, дисковые тормоза, которых, конечно, у таких мотоциклов не было и быть не могло. Вся экспозиция – это сплав фантазии, эрудиции и таланта одного человека – художника Андрея Ткаченко. Почти каждый, кто интересуется автомобилями и культурой кастомайзинга, хотя бы раз в жизни видел его работы. Сначала я часами смотрел его работы в интернете, потом решил с ним познакомиться. Восхищаются его работами многие, но я еще плюс к этому обладаю некоторым ресурсом организатора выставок. Я считаю, что Андрей, как художник, как дизайнер, он пока очень сильно недооценен. Один из главных мотивов у Ткаченко – это жажда скорости. При желании гоночные гены можно найти даже в ДНК горбатого запорожца и инвалидной мотоколяске СМ-3. Художественные работы, которые висят на стенах, это, понятно, он отбирал как автор. Это далеко не все, что он создал. А уже вот те работы, которые внутри зала, в масштабе один в один, тут мы старались вместе подбирать что-то такое, что как будто бы либо вдохновлено его работами, либо вот могло бы сойти с его из-под его пера. Тут и хорошо известные все темалокубатурные мотоциклы питерского мастера по имени Александр Сук и причудливый сочлененный вездеход «Арго» и один из самых одиозных проектов в русском кастомайзинге – ГАЗ-12 от питерской студии «Рокобили Гэрэдж». Он 20 лет стоял на полянке под солнышком и под дождичком, и когда его ребята нашли, через него прорастали деревья. Его бы сейчас просто не было. А так он и есть. В центре выставки оказался символичный экспонат, словно выкатившийся с одного из рисунков. Однако это реплика. Оригиналы где-то сгинули. И здесь невольно задумаешься, что творчество Андрея Ткаченко – это не только искусство, но и психотерапия. Попытка хотя бы в мечтах и рисунках вернуть российской автомобильной истории и культуре то, что по ряду причин не было в реальности. Продолжение следует...